ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Нужно помнить все. Печальное тоже. Это произошло сто лет назад. История одной страшной раны, которую когда-то нанесли нам всем, всей стране. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Все, кто проезжает по направлению к Барановичам, обращают внимание на могучие доты в чистом поле. О них обычно говорят, что они немецкие. Немцы действительно строили в Беларуси немало укреплений в Первую и во Вторую мировую войны. Но к ним эти доты отношения не имеют. Это часть оборонительного рубежа на польской границе, проходившей когда-то через всю Беларусь. С севера на юг. Как же так получилось, что польские пограничники несли службу в самом центре белорусских земель? В 1919 году началась Польско-советская война. Ее причиной было желание двух новообразованных государств, Советской России и Польши, взять под свой контроль территории Беларуси, где уже существовала Советская Республика. Поляки хотели увеличить свое государство за счет западно-белорусских земель. А большевики собирались советизировать эти территории и использовать их как плацдарм для дальнейшей советизации Европы. Советское командование допускало серьезные ошибки. Ставка на то, что угнетенный польский народ поднимется против своих панов, не сработала. И главное, в Польше красные столкнулись с мощным, профессиональным, хорошо организованным сопротивлением войска польского, для которого эта война была битвой за судьбу своей страны, за независимость. Борьба шла с переменным успехом. И примерно до середины 20-го года нельзя было сказать, за кем останется последнее слово. Тем не менее, затяжная война истощила силы обеих стран. И 22 июля 1920 года Варшава известила Москву, что согласна на мирные переговоры. Рижский мир мог быть Минским. Переговоры начались в столице БССР 17 августа 1920-го. В бывшем особняке графа Чапского делегация РСФСР, которую возглавлял латышский революционер Карл Данишевский, предложила определить восточную польскую границу на основе линии Керзона. С отклонением в пользу Польши в районе Белостока в Белоруссии и Холма в Украине. Требования России к Польше были очень жесткими. Ликвидировать военную промышленность, сократить армию, а вместо полиции создать вооруженные рабочие отряды. Подобные претензии казались в Польше попросту дикими. В особенности, когда Красная Армия отступала под ударами польской, а не наоборот. Чтобы сломить волю противника, поляки нажали по всем фронтам и к осени 1920-го вернули себе в Белоруссии все, что потеряли летом. В том числе, 12 октября вторично взяли Минск. После этого стороны согласились перенести переговоры в ближайшую нейтральную страну – Латвию. Переговоры были продолжены в столице Латвии – Риге. Состав советской делегации полностью изменился. Теперь в нее вошли Адольф Иоффе, Яков Ганецкий, Эммануил Квиринг, Леонид Оболенский и Юрий Котюбинский. В польскую – Ян Домбский, Эдуард Лихович, Генрик Страсбургер, Станислав Каузик, Леон Василевский. Переговоры шли на немецком языке, которым владели все члены делегации. Формально в переговорах участвовала не только Советская Россия, но и Советская Украина, интересы которой представлял Котюбинский. А вот белорусам за столом переговоров места не нашлось. Почему так сложилось? Потому что поляки не признавали никакую белорусскую государственность. А также то, что Россия и Беларусь 16 января 1921 года состояли в военно-политическом союзе. Фактически это было единое союзное государство с уровнем интеграции, намного более высоким, нежели сейчас. Первый раунд рижских мирных переговоров прошел 21 сентября 1920 года. Война еще шла, и польская армия рвалась вперед по белорусской земле. Но в продолжении войны уже никто из сторон заинтересован не был. Главной задачей советских дипломатов было немедленное прекращение военных действий любой ценой. Тем более, что Ленин 23 сентября потребовал от Иоффа заключить перемирие за 10 дней. Главным камнем преткновения был вопрос того, насколько далеко граница Польши продвинется на восток. Мнения были разными. Но в итоге победили взгляды Яна Домбского, который считал, что границу нужно провести примерно по линии русско-германского фронта Первой мировой войны. Так как в таком случае в составе Польши окажутся только ментально близкие ей народы. Кроме того, там уже имелись построенные несколько лет назад немецкие укрепления. Между руководителями делегаций Яном Домбским и Адольфом Иоффе прошло несколько секретных встреч. Причем на одной из них Иоффе предложил отдать Минск Польше, лишь бы заключить перемирие. Домбскому эта идея не понравилась. Он считал, что эта территория заселена враждебным православным населением. К тому же распропагандированным большевиками. И ассимилировать его в Польше будет сложно. Тем не менее, вопрос, брать Минск или нет, поставили в польской делегации на голосование. Большинство проголосовало против. А если бы да? Конечно, Минск отдали бы Польше. Тогда большевикам было важнее всего перемирие. 15 октября 1920 года Ленин откровенно сказал. Нас заставило спешить с миром желание избежать зимней кампании. Понимание того, что лучше иметь худшую границу, это значит иметь меньшую территорию Беларуси, а значит отсутствие возможности как можно большую часть белорусских крестьян вывать из-под гнета буржуазии, чем возложить новые сложности, новую зимнюю кампанию на крестьян России. Сейчас поражает легкость, с которой советские дипломаты шли на любые уступки полякам. Вплоть до того, что деревню, в которой жила теща одного из членов польской делегации, отдали Польше, хотя она должна была остаться в Беларуси. Причина была простой. Рижский мир представлялся в Кремле таким же временным, как и Брестский. Ленин был уверен, что через несколько месяцев, в худшем случае лет, договор будет разорван, а Польша разгромлена. Но история судила иначе. 12 октября 1920 года, 19 часов 30 минут. В это время в Рижском доме Черноголовых было подписано перемирие, остановившее боевые действия между Советской Россией и Польшей. Согласно ему, Польша признавала независимость Беларуси и Украины и обязалась уважать их суверенитет. Но перемирие только полдела. Нужен был полноценный мирный договор. Выработка его условий затянулась до марта 1921 года. При этом в пользу Польши было сделано еще несколько уступок. Полесские территории площадью 12 тысяч квадратных километров. Граница под Родашковичами. 18 марта 1921 года. В том самом зале дома Черноголовых, где было подписано перемирие, делегации РСФСР, УССР и Польши подписали текст окончательного мирного договора. Статья 23 договора распространяла все права и обязательства, зафиксированные в нем и на Советскую Беларусь. Как положено, на дипломатических приемах звучали красивые слова о мире, спасенных жизнях, добрососедстве и сотрудничестве между странами. Но достаточно было вчитаться в текст договора, чтобы понять, насколько он был тяжелым и несправедливым. В преамбуле отмечено, что стороны решили заключить окончательный, прочный, почетный и основанный на взаимном соглашении мир. Особенно впечатляет слово «почетный», потому что почетным этот мир был только для Польши. Договор признавал, что именно Польша выиграла войну, приобретя на Востоке огромные территории – пол Белоруссии, а на Украине – восточную Галицию, западную Волынь, Полесье и Холмщину. Можно сравнить Брестский и Рижский мир. Оба грабительские и унизительные. Оба касались Белоруссии и никак не учитывали ее интересы. И тот, и другой договор подписывал Иоффе. Брестский мир действовал всего лишь с марта по ноябрь 1918 года. А вот Рижский мир действовал дольше – 18 лет. Получается, что именно Рижский мир был самым тяжелым поражением советской дипломатии за всю историю. Фактически половиной Белоруссии откупились от Гольши. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На востоке теперь была маленькая БССР со столицей в Минске, а на Западе – так называемые крысы всходни, принадлежавшие Польше. Теперь уже трудно представить, что Брест и Гродно, Финск, Барановичи, Сморгонь и Вилейко были когда-то польскими. Целое поколение белорусов успело вырасти под бело-красным флагом, слушая «Еще польска не сгинела». И это стало возможным только по причине заключения Рижского договора. Формально договор назывался мирным, но мир наступил далеко не сразу. Между Польшей и БССР Фактически до 1925 года еще велись боевые действия. Постоянные пограничные конфликты, засылка вооруженных отрядов на сопредельной территории. Но самое страшное было впереди. Белорусов, волей истории, оказавшихся в составе Польши начали самым натуральным образом колонизировать. В статье 7 договора Польша брала на себя обязательство обеспечить русским, украинцам и белорусам равные права и свободное развитие культуры, языка и выполнения религиозных обрядов. Увага! Здесь начинается пограничная зона. Доступ к нее осуществляется только с разрешения местных властей. Нарушение режима будет караться по всей строгости закона Жечей Посполитой. Ничего из этих обещаний не было выполнено. На самом деле Варшава взяла жесткий курс на полонизацию всех нацменьшинств Польши. Наши отношения к белорусам может быть определено так. Мы желаем одного и настойчиво требуем, чтобы это национальное меньшинство думало по-польски ничего взамен не давать и ничего не делать в ином направлении. Практически во всех сферах жизни межвоенной Польши белорусы подвергались дискриминации. В начале 20-х в войске польском администрации научных и образовательных кадрах прошли массовые чистки. С должностей были уволены белорусы, их заменили поляками. К 35-му году в стране осталось только 16 белорусскоязычных школ. К 39-му все школы были переведены на польский язык. Среди учащихся Виленского университета поляков было 72%, а студентов белорусов же не более 2%. Во всей Польше в 39-м году их было всего 218 человек. Такой подход не позволял белорусам Польши формировать интеллигенцию. Унижению в межвоенной Польше подвергалась и православная церковь. Еще в 1919-2020 годах на оккупированных белорусских землях поляки начали ревиндикацию, то есть отъем у православных тех храмов, которые когда-то были католическими или униадскими. У монастырей отбирали земли, от духовенства требовали переходить в богослужении на польский язык. И все это происходило на землях, где 50, а то и 70 жителей из 100 были православными. колонизация западно-белорусских земель проводилась Варшавой с помощью осадников. Это были отставные военные, в основном участники польско-советской войны 19-20 годов, получившие участки земли от 10 до 45 гектаров бесплатно или по заниженным ценам. Но и это казалось недостаточным. В 1937 был разработан план, согласно которому в Западную Беларусь из Центральной Польши должны были переехать 6 миллионов поляков. Таким образом, доля польского населения в Беларуси превысила бы 50%, а ее территория представляла бы собой что-то вроде Дикого Запада, коренное население которого должно было ассимилироваться либо погибнуть в гетто. Пусть! Своего рода символом межвоенной Польши стал концлагерь Береза-Картусская, созданный в 1934 году. В него заключались лица, деятельность либо намерения которых дают основания допускать, что с их стороны грозит нарушение безопасности, покоя либо общественного порядка. Таких людей принудительно помещали в места, не предназначенные для подозреваемых либо арестованных. За пять лет через лагерь Березе прошло более более десяти тысяч человек. Сохранились реальные свидетельства, как именно белорусы воспринимали жизнь в составе Польши. Поляки белорусам насолили столько, что белорусы с ними жить ни за что не будут, если только при советской власти. Ну, ведь поляк какой? Будь он голодранец, но он обязательно хочет, чтобы белорус перед ним шапку снимал. А коснись споры с ним. Судись ты годами, будь ты прав. А виноват белорус. Если при польской власти белорус открывал свою торговлю, поляки заклюют его до тех пор, пока белорус не бросал свою лавочку. Только в 1939 году я впервые услышал слово гражданин. А ведь я родился в 1869 и все 75 лет я был в Польше Кацап. Я много терпел от поляков. Судите сами, могли ли белорусы считать Польшу в полном смысле слова своей страной? Людьми второго сорта вот кем они себя чувствовали. Людьми, у которых нет своих школ, газет, собственной церкви. у которых одна перспектива всю жизнь гнуть спину на польского пана. В лучшем случае удастся уехать в Америку. А родня родня осталась там, на востоке, за границей. рваная рана шла прямо через сердце нашего народа. Шла ни день, ни месяц, ни год, почти двадцать лет. рваная рваная Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»